Вот так вот мы встречаем праздник, Новый год. У мужа день рождения. Час ночи. Я внизу ходила до трех, а он чистил. Так новогодние праздники провели почти все жители верхних этажей дома 63 по улице Вознесенской. Самое интересное в этой истории то, что на протекшей крыше совсем недавно закончили проводить капитальный ремонт. Работы производились на протяжении нескольких месяцев. Потом велись работы по замечаниям. По замечаниям старшего по дому, по замечаниям фонда. Замечания были все выполнены. Вот организовываем прием к работе. Уже не первый раз организовываем. Ну и вот постараемся. Подряд на организации РСУ-1, которая ответственна за проведение работ, ссылается на некоторые спорные моменты. Мол, есть факт, что мужчина вышел на крышу очистить ее от снега и повредил. Поэтому крыша течет. Вот там такие сазульки, там такие углы были, что у нас опять потекло. В том месте, где мы более-менее заделали внутри. У соседа течет вовсю. Видео было снято 4 января. По словам жителей дома, протечки начались еще во вторых числах. А виной им работы именно подряд на организации РСУ-1. И течет как раз из-за дыр в конструкции крыши. Вот одна из них. Представитель РСУ-1 заявляет, что появилась такая как раз из-за самоличных работ по очистке снега. А вот последствия. Был ветер, была метель. То есть там под крышу, под стык. Получается снег зашел. Там он начал так на чердаке тепло таять. И уже сформировалась некая лужа там. И пошло по стенке. И пошло уже непосредственно в квартиру. Вместе с представителем подрядной организации присутствовал и главный инженер управляющей компании. И представительница фонда капитального ремонта. После небольшой проверки она вынесла вердикт. Замечаний нет. С настоящего момента замечаний есть? Есть. Сейчас я замечаний не имею. Если протечки есть, пусть обращаются туда. Конкретно по протечкам мы вот сейчас не можем понять, из-за чего крыша потекла. На самом деле, либо из-за карниза, либо из-за недоделок. Случай с капитальным ремонтом крыши на улице Вознесенской не единичный. Генеральная директора Рязанского фонда капремонта рассказала, что рязанцы пожаловались на каждый второй капитальный ремонт в регионе. И чаще всего претензии касались именно залития квартир и нарушения сроков выполнения работы. Сроки у нас все время нарушаются по устранению замечаний. И принципы производства капитального ремонта. С чем это связано? Я думаю, это вопрос к подрядчику. Напомним, в 2019 году в регионе выросла плата за капитальный ремонт с 8 рублей до 11 рублей 65 копеек за квадратный метр. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.